Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И я эти сертификаты банка, естественно, банку обратно сдал, получил деньги и использовал их на то, на что, ради чего я продавал квартиру. И по декларации у меня прошел доход в 2013 году в сумме X, это была продажа квартиры, а в 2014 году, в январе, прошел доход от продажи акций. В сумме той же квартиры. В той же сумме квартиры. Поэтому я вот так два года уже... У нас в студии состоятельный человек, Михаил Борщевский, так как он юрист, мы будем в дальнейшем говорить на другие темы. Правовая оценка скандала с брошенными портретами бессмертного полка. Есть уже официальный запрос в прокуратуру по этому поводу. Ну, вы наверняка эти новости видели, да? Что появились фотографии, что какие-то портреты были просто сброшены. И выводы делаются самые разные. Никто, естественно, не умаляет того, что огромное количество людей выходило со своими родными и с портретами родных. Но, тем не менее, правовая оценка какая? Ну, прежде всего, я уже в течение довольно большого количества лета, особенно в последние года три, я пользуюсь известным советом не читать советские газеты до обеда. Вот, к нему добавляю еще и поцеса после обеда тоже. Я не верю сейчас СМИ вообще никаким и ни в чем. Если эта информация только, ну, там, не отлежалась, по крайней мере, недели две. Я не удивлюсь, если выяснится, что вот эта вот фотография брошенных портретов, это специально устроенная кем-то там провокация. А для чего? Против кого? Сейчас, запомните этот вопрос, я на него отвечу. Я не удивлюсь, вот совершенно не удивлюсь вот этому обстоятельству. Я не удивлюсь из фотомонтажа вообще. Значит, поэтому давать оценку... Я скажу, чему я удивлюсь. Я удивлюсь, если я узнаю, что, ну, идиоты, конечно, есть, подонки, конечно, есть, ну, их набралось хотя бы 10 человек, которые могли портреты своих предков... Почему без этого своих? Своих предков бросить вот так вот на свалку? Я вот этому, я удивлюсь. Ну, это через чур большой процент. Даже для нашего безнравственного общества это через чур много. И 9 мая это все-таки особая дата. Это, знаете, ну, не знаю, я как говорю, по 9 мая у меня мурашки по коже бегут всегда. Это, ну, для меня это нечто особенное. Вот. Против кого провокация-то? Провокация дело всего о чем, что фигу в кармане показать сюда хочется. Значит, против действующего режима. То есть, что режим привлекал неких людей? Ну, якобы, да, чтобы делать такая история, а потом можно говорить, а вот это все, никакого народного единения не было. Николай Ильич, ну, а толк от такой провокации? Слушайте, подавляющее большинство провокаций толка нет. От подавляющее большинство, да. Нет, бессмысленность многих акций, проводимых властью, и бессмысленность провокации или акций, проводимых оппозиций, многих, я не говорю всех, она очевидна. С моей точки зрения, вот эта вот история с бессмертным полком, это, я не знаю, кто это придумал, кто изначально это придумал, это, конечно, совершенно гениальная история. Это действительно единение. В массы это несла компания ТВ-2, насколько мы знаем. Я не знаю. Я не знаю. Подробно, это потрясающая история. Это потрясающая история. Потому что, действительно, вот это то, что как-то поддерживает какую-то нравственность в обществе. Вот как? Я не беру сейчас эту историю с фотографиями, брошенными фотографиями. Я не знаю ее. Но мне это было очень, вот как-то, так сказать, ну, под что еще вы вытащите сегодня в праздничный день, в выходные, 500 тысяч на улице Москвы? Под что еще? Не знаю. Я помню, насколько я помню, последний раз аналогичное количество людей на улицах Москвы было во время митинга или там демонстрации за отмену шестой статьи Конституции. АКПСС. И тоже не помогло, кстати. Нет, отменили. Нет, отменили. Ну, отменили-то отменили, понятно. Вот. Поэтому я здесь как раз сторонник всего этого. Я не утверждаю, что это провокация. Я повторяю еще. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Просто через пару недель, когда более-менее выяснится, что как, чего, откуда... Ну, ты прекрасно, пусть прокуратура выяснит. Пусть все выяснит. Так что все логично. Вот, если что, это надо выяснить точно до конца и понимать, кто за этим стоит и что за этим стоит. Потому что если это провокация, значит, мы должны знать их имена. Если это не провокация, а если это, условно говоря, нанятые, так сказать, участники марша, то я и про это хочу знать, кто сумел обгадить такую идею ради массовости, если это это произошло. Ещё один вопрос вот от Ильи пришёл. Вы восхищались георгийскими лентами. Тоже была, между прочим, акция, которая вышла отнюдь не из властей. Сейчас ваше мнение изменилось? Отношение к ленте, скажем так. Понимаете... Тоже, кстати, массовое... Хорошее слово – любовь. Прекрасное. А ведь затасканное стало, да? Собаку мы любим, харчо я люблю. Так тут такая же история. На ошейник собаки георгиевскую ленту, на антенну, куда угодно. Есть определённые вещи, которые в силу массовости, регулярности, чистоты употребления теряют свой первоначальный смысл, теряют его. То есть потеряло, по-вашему? По-моему, да. Смотришь, Калинин, да. Сегодня георгиевская ленточка – это носит некое ненапоминание о победе. Не память о тех, кто действительно погиб и страдал за нашу, в общем, тьфу-тьфу, не злазить, мирную жизнь. А это сегодня превратилось, как мне кажется, очень часто в какое-то неосознанное массовое такое явление. Вот такое на ошейнике, на собаке, на антенне. А плюс ко всему, это сегодня ещё стало неким символом противостояния, чего это никак быть не могло. Я просто спрашиваю, Михаил Юрьевич, в каких обстоятельствах вы бы эту ленту надели публично вот сейчас? Если бы это… Сложный вопрос, но я на него отвечу честно абсолютно. Если бы это перестало носить массовый характер. То есть сейчас ни в каких? Нет. Первые два года я её одевал. А потом, когда я увидел ещё, кто её носит, на улице встретил однажды такого, знаете, бетоголового скинхеда, пьяненького, который… Понял, что не по пути. Мы продолжим этот разговор. Михаил Юрьевич, не забудьте свою мысль. Это Михаил Борщевский, его «Особое мнение». Никуда не уходите, мы скоро вернёмся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Это Михаил Борщевский, который в первой части нашей передачи говорил о том, что сейчас не видит себя с теми людьми, которые носят георгиевскую ленту. Вот, вы понимаете, вот я говорю, у меня был конкретный личный эпизод, никому не навязываю свою точку зрения. Я увидел подвыпившего скинхеда, который выкрикивал на улице Москвы, кстати, здесь, на Новом Арбате, абсолютно конкретные такие националистические лозунги, имея при этом, по-моему, две или три у него были георгиевские ленточки. Для него это были украшения. Вот он украшился. То есть человек с георгиевскими ленточками выкрикивал то, против чего боролись, погибали люди, которые с этими георгиевскими ленточками воевали. Ну, образно говоря, воевали. То есть это девальвировалось. Это девальвировалось. Почему он сказал про слово «любовь»? И слово «любовь» тоже, о котором святое, но девальвировалось. Можно девальвировать всё. Заболтать, девальвировать. Вот здесь вот, при том, что у меня к самой Георгиевской леточке, к самой памяти о войне, о тех страданиях, которые пережили все, в том числе моя семья, оно осталось. Но я не хочу этого символа, вот у меня этот символ не устраивает. А вот скажите, а почему символ, например, такой, как бюсты Сталина, которые сейчас все равно хотят изображения Сталина, а вот он как бы не девальюруется, а наоборот набирает мощь? Потому что была допущена в свое время колоссальная историческая ошибка. Не было судебного процесса над сталинизмом. Сталинизм не... Ну, 20 съезд-то был? Судебного, я сказал, судебного процесса над сталинизмом. Хотя есть масса судебных решений с отказом в реабилитации сталинских палачей, ну, там, Абакумова, Берия и так далее. Михаил Юрьевич, там всякие тонкие вещи с отказом в реабилитации. Но это не то. И даже сотни тысяч реабилитаций в отношении жертв сталинского режима, это не есть приговор типа Нюрнбергского процесса, типа Нюрнбергского приговора сталинскому режиму. При этом большинство людей не понимают, что... Вот смотрите, я вам задам простой вопрос. Сталин контролировал страну. Думаю, да. Да. Хотя не всегда, насколько мы понимаем. Ну, в основном контролировал, да? Добившись этого миллионами людей в ГУЛАГе. Правильно? А скажите мне просто, Путин контролирует страну? Это вы мне скажете. Нет, ну как вам кажется? Меня этот вопрос очень занимает. Как вам кажется? Мне кажется, что нет. А мне кажется, что да. При этом в ГУЛАГе политических заключенных, ну, я считаю, что нет вообще, а вы мне назовете, что есть десятки. Михаил Юрьевич, тогда получается, что Путин лучше. Это замечательно. Получается другая вещь. Получается другая вещь, что то, чего все хотят, или многие хотят, твердой руки, да, это абсолютно не обязательно связано с миллионами жертв в лагерях. Черчилль контролировал свою страну в те времена, когда Сталин, без политических репрессий. И он контролировал ее. И Рузвель контролировал. Если мы берем большую тройку вот эту вот, и не было политических репрессий. Можно долго спорить о том, сколько мы были готовы к войне, не готовы к войне, сколько в этом виноват Сталин. Но если вы посмотрите и почитаете литературу или фильмы, созданные теми людьми, которые прошли войну, то вы увидите, сколько там антисталинизма. Это те люди, которые в этой войне хлебнули на себе последствия сталинского управления. То есть для вас Сталин не выиграл войну? Для меня, конечно, нет. Я бы сказал, что война выиграна вопреки Сталину, а не благодаря Сталину. А значит, надо ли запрещать портреты 9 мая? История? Конечно. Конечно. И портреты, и бюсты, и памятники, и так далее, и так далее, и так далее. И я не сторонник, так сказать, радикальных мер, типа вынести его с Красной площади. Я не сторонник того, чтобы разрешить плевать на его могилу, потому что всё равно есть какие-то, знаете, я не верующий человек, но я христианин по убеждениям. Но пропагандировать его, делать из него героя, человека, который погубил минимум 10 миллионов человек, человек, при котором сидел каждый третий мужчина в стране, человек, который ввёл уголовную ответственность за колоски, Сергей Тюмени пишет, что Тюмени на демонстрации 9-го несли как минимум два портрета Сталина. Это искренний человеческий порыв. Потому что людям, понимаете, мы переходим на другую тему сразу. У нас телевидение, основной источник информации сегодня, да, и массовое воздействие, массовое воздействие на людей, перестало носить воспитательный характер. Оно на сегодня информационно-пропагандистко-развлекательный, но не воспитательный. А должно нанести телевидение воспитательный характер? Я абсолютно убеждён, что должно. Так вот, телевидение воспитывает нас посредством новостей, если мы не в курсе. Не только. Ну, есть специальные люди, которые там объясняют, кто враги, кто интервенты, кто сволочь. Тогда, Ольга, тогда давайте определимся. У нас есть одно телевидение до 23 часов, это на одну категорию рассчитано, и после 23 часов на другую категорию. Даже на одном и том же самом канале, новостной блок или новости в 19-20, потому что на телевидении работают неглупые люди и понимают, кто какую пищу готов есть. А, то есть, если людям показывают это в новостях, то это потому, что как раз такие люди в это время новостей смотрят. Да. Ага. Есть ещё один момент. Тут вот писал нам наш слушатель Сергей. Не может разобраться. Дайте правовую оценку всё-таки по Куту Молоту-Риббентропу. А то мы всё... Один вариант от Путина послушали, другой вариант послушали, и теперь не можем понять, а какой правильный. Нельзя дать правовую оценку, потому что нет... Но с учреждением современного международного права, современного, подчёркиваю, международного права, Пакт Молотова-Риббентропа является антиправовым. Хорошо, моральную дайте. А моральная, она вот какая. Я много раз говорил на Эхо Москвы, что я не люблю международное право. Кто же его любит? Нет, если большие его любители. Вот. Я его не люблю, потому что оно не функционирует в том виде, в каком оно должно функционировать, поскольку право без принуждения... Если вообще кто-то изучал в своё время теорию государства и права, то человек знает, что право возникает только тогда, когда необходимо регулировать что-то, и есть способ принуждения к исполнению этих самых положений. Так вот, международного права и способов принуждения, при том Совете Безопасности, который был сформирован в 1945 году, не было. Нет. Я знаю один случай применения вооружённых сил ООН с санкцией Совета Безопасности, когда тогда вот было реально сработало. По-моему, это было в Конго. Вот. Значит, к чему я сие веду? А веду я это к тому, что международное право, к сожалению, всегда, с тех пор, как мы вылезли из пещерок, и по сегодняшний день, оказываются правом сильного. Потому что трактовки международного права, они диктуются тем, кто сильнее. Ну, например, в Средние века была такая теория справедливых войн. Было вроде крестовые походы, забыли. Но причины были всё равно экономические и политические. Забыли. А вы знаете, что сегодня одна из самых популярных теорий, суть которой, ну, допросят меня юристы-международники, я не очень корректно её сформулирую, но по-простому. Суть в следующем, что да, право нации на оборону, неприкновенность границ, недопустимость агрессии, это, конечно, свято. Если это не направлено к агрессии, не направлено на восстановление прав человека и демократических процедур в государстве. А кто это определяет? Дальше можете не объяснять. Это понятно. Возвращаясь к факту Молотова-Риббентропа. Вы вместе с Владимиром Владимировичем Путиным изменили своё отношение к факту? Ну, вот не было у нас такого выхода. Моралист. Я в этом не хочу больше ориентироваться в отношении. Для меня всегда, когда большие дяди решают судьбу маленьких... Дяденек. Дяденек, да. Мне это всегда не очень нравится. Хотя я понимаю, что так было, есть и будет. Но это не значит, что мне это... Мне не нравится зима. Но это не значит, что её не будет, потому что мне не нравится. Хорошо. В общем, ушёл от ответа. Почему? Я сказал, морально оценка имеет, не нравится. Хорошо. Вот так было, есть и будет. Не нравится. Нам не нравится, но что делать? Скажите, пожалуйста, а почему сложно увековечить память Немцова? Нет, есть закон. Печатников совершенно прав. Что есть закон, по которому... А почему его в некоторых случаях можно нарушать, этот закон? А вот тут я ответить не могу. И уж если его нарушать... Я, наверное, на эхо Москве говорил, что я считаю, что в отношении вот этого моста, в отношении убийства Бориса Немцова, вот этот случай, который для действующей власти крайне важно было бы отреагировать именно увековечившим, табличку повесить. То есть это был бы ей плюс? Я считаю, что да, конечно. Я считаю, что да. Но формально, да, есть такой закон. Печатников формально, юридически, Печатников совершенно прав, он правильно процитировал закон. Есть закон, что не менее 10 лет. Михаил Борщевский со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает Михаил Борщевский. Михаил Юрьевич, есть одна тема, просто вот, что называется, по вашему профилю. ИСКА возбудил дело против 16-летнего юноши, оправдавшего в блоге «Вторжение немцев в Польшу». Это статья 354, часть 1, судя по всему, первые случаи ее применения. Или у вас другие? Я других случаев не знаю. Оправдание преступлений, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Понимаете, почему нужен сталинский процесс? Именно поэтому. Вот и расскажите, пожалуйста. Ну, хорошо, мальчик-дурачок, например. Мальчик-дурачок, это не значит, его посадят. Это не значит, его посадят. Но вот тут перекликаются две темы. Вопрос вот в чем. Возбудили уголовное дело в связи с тем, что он разместил фотографию 41-го года, где фашисты. Нет, комментарий. Или комментарий. Из-за комментарии возбудили дело правильно. Правильно. А как с фотографией? А вот с фотографией, теперь представьте себе, вот эта же фотография и подпись. Вот эти подонки, из-за которых погибли миллионы людей. Есть вопрос? Нет вопросов. Вот это преступники, развязавшие войну. Вот начало страшной войны, в которой погибли мои деды. Дедки, да. То есть вопрос не в фотографии. Почему я на это обращаю внимание? Потому что, помните, месяц назад была масса истерия. Да, да, да. С вастикой была на фотографии. Да, да. Мне было очень забавно, как показывать там 17 лет весны, и там без... Нет, забавно-то забавно, но правовые основания есть для этого? Потому что закон надо формулировать неторопливо. Неторопливо. Золотые ваши слова? Да. А кто будет формулировать закон? Я или вы? На следующий раз на выборы пойдёте, думайте, за кого голосуете. Ну вот, значит, благо меня не избирают, моя должность неизбираемая, поэтому тут вам думать не надо. Да, и доход прекрасный. Какой есть. Чего уж суетиться. Какой есть, да. Вот, значит, ну, оправдание нацизма, особенно сегодня, нужно жесточайшим образом наказывать. Когда я говорю жесточайшим образом, я не имею в виду меру наказания, я имею в виду необходимость реакции, правовой реакции на каждый случай. Пускай этого парня приговорят к штрафу, там, не знаю, в 10 тысяч рублей. В 5 тысяч рублей. А 16-летний уже полностью действует, по словам, в этом смысле? По уголовному праву, да. Пускай его приговорят, там, у них 10 часам обязательных работ, там, не знаю, не помню, можно 16-летнего линия взять. Там довольно приличный срок, на самом деле, по этой статье. Правильно. Ну, ясно, что ему срок никто давать не будет. Почему это ясно? А чтобы знали? Нет, нет, нет. Сейчас не время, так сказать, показательных процессов. Да что вы. Ну, даже из Васильевой показательный процесс не получился. Ну, уж давайте. Вы сами сказали, давайте. Как раз все ожидали. Прокуратура нам прекрасно предложила вариант. 8 лет условно. Все довольны были, замечательно. Все прям ожидали. Все вы довольны, да? Конечно. Все ожидали этого прекрасного завершения. Читали там, стояли, не стояли, на каблуках она пришла или нет. Все, в общем, с интересом. И вдруг бац! Да. Вы рады? Я не могу комментировать такие вещи с точки зрения рад, не рад. Ну, я имею в виду, что вот все было сделано правильно. Нет. Все было сделано неправильно. А как надо? Самым правильным было бы сегодня, чтобы Маркин, который комментировал начало процесса, перепутав четырехкомнатную квартиру с четырнадцатикомнатной квартирой, чтобы он сегодня прокомментировал приговор суда. Он прокомментировал не сегодня, правда, но он прокомментировал так, что я даже не хочу цитировать. Что там по поводу того, как будет развиваться тюремный шансон? Мне не повезло, я не видел комментарий. Значит, а в этом деле журналисты, как всегда, не обратили внимания на самые интересные вещи. Давайте. Сколько было эпизодов? Было, по-моему, 14? 12. Осталось? 8. Об этом, да, все мои знакомые написали, да. Да, ну вот. А неплохо, да? Когда Следственный комитет ввел такое громкое дело, следователи работали, между прочим, получив зарплаты за это время, денег на допросы свидетелей, экспертизы и так далее. Сейчас хотите сказать, что следствие работало из рук вон плохо, не доказало большую часть своих объединений. Это непрофессионально. Так. Если даже суд по четырем эпизодам оправдал. Да, да, да. Об этом как раз все журналисты писали, вы же не читаете газеты и интернет. А зря, потому что там как раз все по пунктам. Все по пунктам было изложено. Там все проще и понятнее. Понятно. По телевизору все проще и понятнее. Хорошо. Все, что важно, вам рассказывают. Замечательно. Так что, значит, следствие работало плохо. Да. Скажите, а кто в результате победил-то? Потому что было ощущение, что некоторые... А кто боролся? Ну, может быть, у прокуратуры был один взгляд на это, у Следственного комитета другой взгляд на это. А кто в результате победил дружбу? Как всегда, победил суд. Ага. Победил суд. Это независимый суд, как вам кажется? Судя по приговору, да. А судя по приговору, учитывая все обстоятельства, Евгения Васильева может выйти на свободу через месяц, приберите. Ну, подать заявление на УДО может через месяц, да. Ну, через два. Это справедливо? Это не насмешка? Стоп. Стоп. Вот вопрос справедливости. Когда мы обсуждаем вопрос на приговорах... Мы же хотим без пристрастного и справедливого суда. Тогда не начинайте эту тему за 4 минуты окончания эфира. Если вы хотите... Ну, не 4. Если вы хотите справедливого и независимого суда, то почитайте статью 13 марта в Российской газете. Там, группа авторов написала что-то необходимое для того, чтобы был независимый суд. С чего начать? Так вы же говорите, что независимый суд уже есть. Вот его плоды. Абсолютно истина недостижима. Существует только относительно истина. То же самое независимость. Есть абсолютная... Хорошо. По-другому спрашиваю. От кого независим этот суд? Независимый суд – это некий такой мем, а на самом деле надо быть о независимости судьи. И судья должен быть независим от председателя суда в первую очередь. Но вы здесь видите, что судья был независим не от того. Я не могу сказать. Я не знаю, что вы... Представляете, приговор, прямо говоря, странный. Потому что если обвинение доказано, и не пускай не 3 миллиарда, а 2 миллиарда... Не 2 миллиарда, еще меньше. Там миллионов пришло. Если я пропорционально беру, то срок, ну, надо, так сказать, было бы и побольше. Могли бы дать. То есть в сравнении с другими делами. Потому что те, кто воровали квартиру у Минобороны, недавно прошло такое дело. 12 лет, по-моему. 12 лет, при том, что ущерб изменялся 50 миллионами рублей. Значит, ну, если пропорционально 50 миллионам 12 лет, то за 100 миллионов 24 года. Ну, там нет такого срока, ну, неважно, да? Ну, уж не 5. Кроможадный Борщевский, ну, интересно, продолжайте. Ну, уж не 5, да? Это если доказано. Если не доказано, то надо оправдывать. Интересная история получилась. Доказано, что она создавала группу с целью мошенничества, что она обманывала своего непосредственного начальника, злосчастного Сердюкова, водила за нос. Ездила, по-моему, куда, в Анапу или куда-то еще? Она ездила за государственный счет и что-то еще. Но это не миллиарды. Да, и неправильно там что-то оценила. Да. Только вот создание группы, вот это там очень смешная формировка, она создала совет директоров обороносервиса для того, чтобы в дальнейшем, используя свое мнение, слушайте, камон, о чем речь? Вот что? Вы сейчас похвалили суд, который вот эту вот фигню, извините, нам выдал. Ну, извините, я не похвалил суд, я сказал, что приговор вот такой, да, вот странный для меня. Да. Потому что ты мне рассказывал один из адвокатов, как там построена была конструкция. Вот если он говорил мне правду, вот если действительно такие договоры, и других нет, там оправдательный приговор, просто оправдательный. То есть, грубо говоря, независимый судья Борщевский в этой ситуации бы оправдал Василия Борщевского? Я не знаю, я не видел дела. Ну, если мы верим адвокату, который вот такие вот привел аргументы. Сегончик, адвокат, его функция защищать, прокурора обвинять. Что же от простого вопроса-то уходит? Я не знаю. Вы сказали сейчас, что если это правда, то... Если это правда, надо оправдывать. Но это может быть и тенденционное изложение информации, как в новостях. Это без сомнения может быть, конечно. Потому что у прокуратуры, почему прокуратура попросила 8 с половиной, 8 условно, я понять не могу. Потому что если, ребята, вы считаете, что не доказано, не доказано, открыться от обвинения, но проявите себя как профессионалы. Если вы считаете, что доказано, почему условно? Нифига себе, 3 миллиарда, пускай не 3, пускай 2, пускай 1 миллиард. И условно? Ау! Вот. Либо-либо. Нельзя быть немножко беременной. Либо она воровала, либо она не воровала. Если воровала, приговор должен быть более строгий. Если не воровала, надо оправдывать. Скажите мне другое. Вы понимаете, почему Анатолий Сердюков оправдан по этому делу? А он в этом деле не был обвиняем. Ну, я имею в виду по этому скандалу. Почему он там в халатности был обвинен, амнистирован, все довольны, все. Почему он не вовлечен в это дело, скажем так? Там он по халатности был забавно обвинен. Он был по халатности обвинен в том, что он по халатности дал указание, обратите внимание, халатность дал указание построить дорогу. Я впервые узнал, что халатность, может быть, в форме такого активного действия совершена. Может быть, вы плохо учились. Да, я плохо учился. Так, и что же? Там же другая вещь. Там же одновременно возникло три уголовных дела. В чем моя беда? У меня память хорошая. Так расскажите нам. Госдума в среду обсудит вопрос о расследовании деятельности Сердюкова на посту главы Минобороны. Пускай расследовал. Что значит пускай? Там гораздо интереснее было расследовать его действие в качестве руководителя налоговой службы. Там гораздо интереснее. было бы, но сроки. Это вы сейчас на свою хорошую память ссылаете или на интуицию? На интуицию. Так. Сключительно интуицию. Значит, одновременно возникли дела, если вы помните, ОТЭС, ГЛОНАСС, Абаронсервис. Три возникло. И что? И что? А что должно-то быть? Вот вы мне объясните. Должно быть важно. Не должны возникать дела и громогласно объявляться на всю страну дела, по которым еще следствие ничего не нашло, не доказало. Меньше пиара. Меньше пиара при возбуждении дела. Соглашусь с вами. Больше пиара при вынесении приговора. Потому что я бы очень дорого готов был бы отдать за то, чтобы судья вынесли приговор, пускай не сейчас, когда он вступит в законную силу. То есть через месяц? Через месяц. Вышел на брифинг к журналистам и объяснил, почему пять. Вот мы с вами обсуждаем. Судья бы сказал, я поверила тому-то, тому-то, тому-то. Этому я не поверила. По этому поводу я оправдала. По этому поводу я посчитал, что мне надо оказывать. Все, как это было, как это было по второму делу Ходорковского. После конституционного рассмотрения, ведь два судьи из тройки вышли на пресс-конференцию, и все разговоры прекратились, потому что все стало понятно. Они все объяснили, рассказали. Кто поверил, кто не поверил, это другой вопрос. Кто согласился, кто не согласился, это другой вопрос. Спекуляции закончились. Михаил Юрьевич, неужели вы своим работодателям не можете дать такой добрый совет и объяснить, как им вести себя в таких сложных коллизиях? Совет-то я дать могу. Он съест, да кто же ему даст? Совет-то я могу дать. Но я не скрываю того, я никогда не скрывал, что у нас с Вячеславом Михайловичем Леведевым судьей с колоссальным опытом и юристом, ну, дать мне массово уважуха полная. То есть у вас нет сомнений в профессионализме, да? Абсолютно нет. Абсолютно нет. У меня с ним, у нас с ним принципиально не совпадает точку зрения по этому поводу в течение уже по минимуму 15 лет, что мы общаемся. Он считает, что судья всё, что должен был сказать, сказал в приговоре. Точка. И, в принципе, на Западе так и построено. На Западе судьи не выходят на пресс-конференцию и не выходят с брифингом. И в этом Вячеслав Михайлович прав. Но в нашей специфической ситуации, когда недоверие к правосудию, недоверие к суду, увы, намного выше, чем в западных странах, нам не нужно их копировать. И здесь судья может выйти и сказать. Жаль, что вы работаете с людьми, которые так плохо вас понимают. Очень жаль, что ваши идеи не находят применения. Оль, почему он должен со мной соглашаться? Или почему я должен соглашаться? Мы подвесили этот вопрос. Это Михаил Борщевский со своим особым мнением. Такой, я бы сказала, мальчишки-бальчиш от юридического мира, который знает, как на самом деле нужно. Всем спасибо. Всего доброго.